Привет, друзья! Давайте сегодня поговорим об одной из самых распространённых грамматических ошибок в английском языке. Конечно, это неправильное употребление времени present perfect. На моём канале уже есть урок по present perfect, в котором мы разбираем грамматическую структуру этого времени, в случае его употребления, а также рассматриваем много примеров. Вы можете посмотреть этот урок по ссылке под этим видео. Но сегодня заострим внимание на том, когда не нужно употреблять present perfect. Главная фишка present perfect — это связь между прошлым и настоящим. То есть это действие, которое произошло в прошлом, но результат нам важен в настоящем. Хорошо усвоив этот момент, многие начинают в прямом смысле злоупотреблять этим временем. А между тем, никогда не употребляйте present perfect, если в предложении есть маркеры того, что временной промежуток однозначно завершён. Прежде всего это слово last. Last week — на прошлой неделе. Last month — в прошлом месяце. Last year — в прошлом году. Это слово yesterday — вчера. Это слово ago — three years ago — три года назад. Two minutes ago — две минуты назад. Это указание конкретной даты в прошлом. In 1995 — в 95-м. On Monday — в понедельник. Это указание конкретного периода времени в прошлом. When I was a child — когда я был ребёнком. When I lived in London — когда я жил в Лондоне. Во всех этих случаях временной отрезок уже завершён, поэтому употребить present perfect будет грубой ошибкой. Давайте попробуем прочувствовать разницу на примерах. Будьте внимательны. Первое предложение в каждом примере содержит ошибку. Он навестил своих родителей на прошлой неделе. He has visited his parents last week. Действие произошло в конкретный завершённый момент в прошлом, поэтому нужно употребить past simple. He visited his parents last week. А теперь пробуем переделать предложение, чтобы можно было употребить present perfect. Для этого выберем ещё незавершённый временной отрезок. Например, на этой неделе. Я прочитал эту книгу вчера. Вариант I have read this book yesterday не подходит. Скажем, I read this book yesterday. Или поменяем отрезок времени на незавершённый. I have read this book today. Она видела его два дня назад. Неправильное предложение. She has seen him two days ago. Правильные варианты. She saw him two days ago. Или She has seen him recently. Она видела его недавно. Я останавливался в этом отеле в 1995 году. I have stayed at this hotel in 1995. Неправильное предложение, так как есть указание на конкретное время в прошлом. Правильные варианты. Я уже останавливался в этом отеле. Автобус уехал пять минут назад. Даже в таком предложении, в котором действие произошло в очень недавнем прошлом, сказать The bus has left five minutes ago будет ошибкой. Мы должны сказать The bus left five minutes ago. Переделаем предложение под present perfect. Автобус еще не уехал. The bus hasn't left yet. Он побывал в трех странах, когда был студентом. He has visited three countries when he was a student. Это неправильный вариант. Ведь временной отрезок уже завершен. Он больше не студент. Нужно сказать He visited three countries when he was a student. Или He has visited three countries this year. Если мы проанализируем все примеры, где мы употребили present perfect, то увидим, что в таких случаях или время не указано конкретно, например Recently, already или временной отрезок не завершен. Если временной период указан конкретно и он завершен, то это past simple. Также учитывайте интересный момент, что слово last может употребляться в таком интересном словосочетании, как In the last two weeks. Последние две недели. В этом случае период времени еще не завершен, поэтому в таких предложениях можно употреблять present perfect. Я не видел ее последние две недели. I haven't seen her in the last two weeks. Но я видел ее на прошлой неделе. I saw her last week. Почувствуйте разницу. В первом случае две недели временной отрезок еще не завершен и результат на настоящий момент. Во втором случае на прошлой неделе временной отрезок завершился. Я надеюсь, что этот урок помог вам лучше понять разницу между present perfect и past simple. Не забудьте посмотреть видео о present perfect, ссылка будет в описании. Спасибо, что остаетесь со мной. С вами был Кирилл. Скоро увидимся.